Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Дорогие друзья, давайте обратимся к Слову Божьему. Прочитаем из послания к евреям, из 9 главы, 28 стих. К евреям, 9, 28. Здесь Слово Божье говорит нам следующее. Так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы поднять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его воспасения. Явится не для очищения греха, а для ожидающих его воспасения. Дух Святой говорит нам о том, что наш Господь Иисус Христос приходит и пришел в этот мир для того, чтобы умереть на кресте. Через свою смерть Он совершил наше искупление, через воскресение из мертвых наше оправдание и дает нам возможность очищать свою совесть от злых, грязных, греховных дел для того, чтобы жить праведной жизнью. И ожидающее его воспасение – это, можно сказать, всякий верующий человек, который принял Иисуса Христа в свое сердце. Потому что если мы читаем Слово Божье, то Дух Святой указывает нам на то, что Христос придет за Церковью Своей, придет за нами во второй раз, будет совершать суды. У Бога все распределено и запланировано так, от первой буквы до последней и отражено в своем Слове, что мы можем иметь представление о том, что произойдет с нами, что произойдет с нами в будущем и каково наше будущее. И поэтому то выражение, которое мы здесь только что прочитали, для ожидающих Его, то есть Христа, во спасение – это состояние верующих людей, которые должны быть, сохраняя это спасение, которое Господь дал. Очень часто мы обращаемся с нашим спасением очень небрежно. Мы считаем, что то, что легко нам досталось, поверив в Иисуса Христа, без напряжения какого-то, без, может быть, каких-то тревог и волнений, когда мы по слову проповедника или же, может, по слову Божьему или по свидетельству, кто нам из верующих людей говорил о Христе, обратились ко Христу, попросили у Него прощения, и на этом все. А дальше жизнь человеческая проходит по-разному. Она может преображаться, может, мы становимся с каждым днем ближе ко Христу и похожими на Него, а можем отдаляться от Него своим невниманием, своим непослушанием, своим игнорированием слова Духа Святого, который постоянно говорит нам через Слово Божье, те слова, которые необходимы нам для нашего духовного роста, для нашей подготовки ко встрече со Христом. И поэтому у нас может быть два вида ожидания. Может быть пассивное ожидание, а может быть активное ожидание. Пассивное ожидание – это ожидание, когда мы ничего не делаем абсолютно, никакого служения Господу не совершаем. Молитвы у нас угасли, и Слово Божье у нас не на первом месте, и мы находимся в состоянии такого расслабления. А активное ожидание – это то ожидание, когда мы продолжаем духовное состояние бодрствования в нашем, постоянно присутствует молитва, наше обращение к Слову Божьему, и наше служение Богу никогда не прекращается. То есть это то служение, которое необходимо для нас, для того, чтобы мы подтвердили свою верность Иисусу Христу. Потому что в небеса войдут не просто верующие люди, которые поверили в то, что Бог есть, что Христос принёс себя в жертву, а те, которые пронесли по своей жизни верность и доказали верность Господу. То есть подтвердили свою веру добрыми делами, которые они исполнили. Когда мы находимся на железнодорожном вокзале, мы, например, ожидаем поезда. Мы не можем повлиять на то, чтобы он скорее пришёл, или чтобы он пришёл вовремя. Мы просто находимся в состоянии ожидания. Мы ждём, что вот должен прийти поезд, на который мы должны сесть и отправляться в то направление, которое мы избрали. И от нас ничего не зависит. Но когда мы ожидаем Иисуса Христа, наше будущее, наше отношение с Богом имеет очень большое значение на протяжении всей нашей христианской жизни. Потому что как мы сохраним веру, как мы сохраним Богу служение, как мы сохраним Ему верность и послушание, от этого зависит, где мы будем в вечности. Потому что Господь возьмёт с собой только верных, только тех мудрых дел из притчи Евангелия от Матфея, 25 глава, которых светильники горели, которых было масло, которые были всегда подготовлены и ожидали встречи со Христом, хотя наступило определённое время, когда они все уснули, когда задремали. То есть расслабление может прийти, но самое главное, в каком состоянии мы выйдем навстречу ко Христу. И Слово Божье говорит нам, чтобы мы находились в режиме активного ожидания, а не пассивного ожидания. Например, мы читаем слова нашего Господа Иисуса Христа, который говорит нам в 25 главе, об этом написано, 13 стих. «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, который придёт Сын Человеческий». То есть бодрствовать мы должны всегда. Мы должны находиться в состоянии готовности. И наше активное ожидание должно сопровождаться тем, что наша жизнь должна меняться. Меняться на основании Слова Божьего, на основании действия Духа Святого, ибо все, вводимые Духом Божьим, суть Сыны Божьей, говорит нам апостол Павел в послании Кремля на 8 глава. Следовательно, мы должны быть вводимы Духом Святым. Значит, мы должны прислушиваться, что говорит нам Господь. Мы должны исполнять волю Божью. Так учит нас Священное Писание. И во втором послании Петра, в 3 главе, 10 стиха и ниже, мы читаем, апостол говорит нам, «Придёт же день Господень, как тать ночью. И тогда небеса с шумом придут, и стихия же разгоревшись разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так же всё это разрушится, то каким должно быть святой жизни и благочестие вам? Ожидающим и желающим пришествия Дня Божья, в которое воспалённые небеса разрушатся, и разоревшиеся стихии расставят. Впрочем, мы по обетованию его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. И так, возлюбленные, ожидая сего, подчтитесь явиться пред ним неосквернёнными и непорочными в мире». Мы очень часто не обращаем на это внимания. Проводим обычную жизнь, как неверующие люди, которые рядом с нами находятся. По ихнему примеру поступаем, по ихнему примеру говорим, по ихнему примеру действуем, и не берём пример с Господа. Потому что Христос, Он чётко и ясно показал, что Он победил мир. Следовательно, тот мир, который пытался им завладеть через ту идеологию мира, которая сопряжена была именно явлениями именно такого отрицательного духа, который противился Духу Святому, который отрицал действия Христа. Он победил этот мир, и Он даёт нам возможность также одерживать эту победу. Но если мы с этим миром сроднились, если мы нашли общее для себя такое правило, общее правило существования, то тогда мы находимся в дружбе с миром. А если мы находимся в дружбе с миром, то мы находимся во вражде с Богом. Так говорит нам Священное Писание. Поэтому ещё и ещё раз Слово Божье говорит нам, чтобы мы, ожидая и желая пришествия Господа нашего Иисуса Христа, почтились, то есть старались явиться пред Ним неосквернёнными и непорочными в мире. То есть мы должны полностью отделить себя от мира и посвятить себя на служение Господу и посвятить эту жизнь. Поэтому наше спасение, оно сохраняется, наше служение Богу сохраняется, святильники наши будут наполнены маслом, и мы попадём в число тех дел, которые Господь возьмёт с собой на небесах, где Он приготовил нам место, как в своей церкви, как в своей невесте. Поэтому пусть Господь поможет нам, чтобы мы всегда и во всём, придерживаясь Слово Божье, руководствуясь Духом Святым, ожидали и желали нашей встречи с Господом. И как написано, так и Христос однажды, принеся себя в жертву, чтобы поднять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, это Он явился в первый раз, а для ожидающих Его во спасение. Да поможет нам в этом Господь. Слава Иисусу Христу! Аминь! Аминь!